Сегодня в мире обычные экономические связи нарушены, и на первый план выходит способность государства самостоятельно производить то, что необходимо для выживания в нынешних условиях. Самыми востребованными продуктами стали обычные медицинские маски и аппараты ИВЛ. Производит ли их Россия? Начнем с масок. За последние годы в России налажено сразу несколько производств медицинских изделий, включая и маски. Есть распространяемое в интернете мнение, что хотя Россия производит маски, но сырье для их производства закупается в Китае. Это не совсем верно. Частично это так. В некоторых случаях для некоторых видов масок, некоторыми производителями действительно сырье закупается за рубежом. Но это продиктовано не тем, что мы сами не умеем этого делать, а конкретными экономическими причинами, в конкретном месте, в конкретное время. Но сегодня экономические вопросы отходят на второй план, и в случае перебоев с поставками сырья любой завод способен переключиться на отечественных поставщиков, и такие у нас, конечно, есть. Например, на данный момент Россия увеличила производство медицинских масок до 5 миллионов в день, и делаются они из нашего российского материала. Классическая медицинская маска состоит из трех слоев. Первый, внешний слой, это спанбонд. Он необходим для фильтрации крупных частиц, его производят в России. Внутренний слой, мельтблаун. Его производство также есть в России. Мельтблаун в России производится такими компаниями, как рентген Неотекс, Авгол Рос, Полиматис, ААСС, завод Эластик и другими. Но частично этот материал закупается и в Китае. Это основной фильтр маски, он не пропускает частицы до 3 микрон. Третий же слой, тот же спанбонд. Также в состав маски входит носовой фиксатор. Он производится в России компанией Кит. И последний компонент маски – заушные резинки для крепления маски. Предприятие Кит еще в 2016 году запустило производство резинок для медицинских масок. До этого времени они импортировались, но теперь ситуация как раз обратная. Кит не только производит это для своих товаров, но и отправляет ее на экспорт. Мало того, российские ученые еще и разрабатывают новые материалы для медицинских масок. Так что с масками в России никаких проблем нет. Россия способна их производить абсолютно независимо от остального мира. Причем это касается и других медицинских изделий, таких как халаты, перчатки, респираторы. Производителей масок у нас много. Выше мы сказали о компании Кит. Это, наверное, ведущий наш производитель. Но есть и другие. Например, вот недавно только запущена новая линия или ТК Агатмет. Производство масок развернуто в технополисе Москва. Это далеко не полный список. Помимо этого, ряд предприятий легкой промышленности переключились на производство многоразовых масок. Ну, про антисептические растворы, используемые как в медицинских, так и в бытовых целях, я даже и говорить не хочу. С их производством в России никогда никаких проблем не было. Также в России развернуто производство вакуумных пробирок для взятия анализов. Сегодня это производство переехало в новый большой корпус. Теперь это полноценный завод. Там же в Дубне открыт и другой завод, того же назначения от компании Гранат Биотех. Да, вакуумные пробирки, конечно, не самое необходимое в условиях эпидемии. Можно обойтись и обычными, но они сильно ускоряют забор проб. Раньше Россия их вообще не производила, теперь производит сама. Ну, а теперь самое интересное – аппараты искусственной вентиляции легких. Да, и они тоже производятся в России. В России есть три крупных предприятия, и все они находятся в Екатеринбурге. Например, аппараты искусственной вентиляции легких производит концерн радиоэлектронных технологий госкорпорации Ростех. Производство налажено на Уральском приборостроительном заводе. Причем это не локализация импортного аппарата, не отверточная сборка, а собственная разработка компании. На сегодняшний день предприятие имеет достаточно широкую линейку аппаратов ИВЛ, причем отправляет их и на экспорт. Или, например, другое наше предприятие, которое производит полный спектр медицинской техники для интенсивной терапии. На заводе Тритон Электроникс в Екатеринбурге уже 30 лет производят медицинское оборудование для анестезиологов и реаниматологов. Производим мы и сопутствующее оборудование. Так, резидент столичной особой экономической зоны Технополис Москва, компания МедПлант, разработала уникальный портативный прибор для контроля состояния пациента при проведении искусственной вентиляции легких. Так что даже в случае полного закрытия границ, никаких проблем с обеспечением больниц и граждан всем необходимым не возникнет. Мало того, мы и соседям поможем, те же маски уже в Китай поставляем. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт, там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!